Сейчас в наши дни иногда кажется, что просто невозможно выпустить большой экшен-блокбастер без штуки, называемый Дерево Навыков. Вы наверняка встречали их раньше, к примеру, в Tomb Raider и Watch Dogs. Зачастую они состоят из трёх ветвей с забавными именами, вроде «Новатор» или «Охотник». В этих играх вы набираете очки опыта, играя через миссии, и всякий раз, когда вы достигаете какого-то порога, вы получаете очко навыков. Им вы можете разблокировать новую способность, способность может быть крутой, вроде нового движения, или что-то менее интересное, например, чуть увеличенные очки здоровья. Подобные деревья умений были поначалу только в ролевых играх с большим количеством цифр, таких как Diablo 2, но с тех пор стали повсеместными в экшен-играх с крупными бюджетами от Spider-Man до Doom. И теперь это просто ожидаемая часть современной консольной игры, как вышки и микротранзакции. Но хотя я нахожу, что такие решения выглядят уже клишировано и скучно, я полностью понимаю, почему деревья умений работают, и как они могут принести пользу различным играм. С одной стороны, они могут быть использованы для определения сложности по ходу игры. Если в God of War вначале открыть все способности Кратоса — это совершенно ошеломит часть игроков, и они станут использовать только простые для освоения приёмы, так и не вникая в тонкости боевой системы. Но когда вы зарабатываете новые способности из Древа Умений, ваш набор боевых движений постепенно увеличивается по мере прохождения. И поскольку вы потратили на это движение условную валюту, вы, вероятно, почувствуете необходимость его использовать. Деревья умений — также хороший способ заставить игроков почувствовать некую прогрессию за время игры. В начале приключения вы слабы и обладаете лишь несколькими спецприёмами, но к концу — ходячий танк с охапкой способностей. Это также можно использовать для вовлечения игрока. Они могут изучить дерево навыков, чтобы заранее оценить способность, которой хотят обладать позже, стремиться к ней, и в момент, когда способность откроется, они будут воодушевлены возможностью продолжения игры с этим умением. Деревья навыков также добавляют в мета уровень принятия решений в игру. Они могут создавать различный игровой опыт в каждом новом прохождении, и они дают команде UI художников работу — кто-то же должен рисовать эти иконки. Но несмотря на все их преимущества, в большинстве игр деревья умений структурируются так, что итоговое наполнение веток ужасно. Итак, в этом видео мы поговорим о частых ошибках, которые допускаются в деревьях навыков, и о том, как мы могли бы их исправить. Для начала, многие игры с деревьями навыков позволяют игроку разблокировать большинство, если не все улучшения уже к концу игры, за обычное прохождение. И это лишает игрока необходимости задуматься о своем выборе. Они думают только о том, в каком порядке они разблокируют навыки, а не о том, какие улучшения им точно нужны. Мне лично понравилось дерево умений в Assassin's Creed Origins, потому что я знал, что не смогу получить все навыки к концу игры. Вместо этого мне пришлось определить специализацию. Я сосредоточился на ветвях охотников и провидцев, которые все время улучшали мои способности в скрытности и расширяли мои возможности по захвату лагерей и созданию хаоса в рядах врага. Это давало интересные результаты, к примеру, то, как боя чувствовался лично для меня, и его навыки соответствовали тому, как я решил играть в игру. Но были интересные последствия для моего выбора. Пренебрегая ветвью воина, я был довольно слабым в бою один на один. Мне часто приходилось избегать прямых стычек и находить новые способы решения ситуации. Иммерсив Симы также хорошо показывают последствия выбора навыков. В играх Deus Ex некоторые пути и опции будут заблокированы в зависимости от выбранных вами обновлений, что заставит вас искать альтернативные маршруты, которые лучше подходят вашему персонажу. А в Prey, чем больше навыков вы разблокируете, тем больше чужим становитесь, вплоть до момента, когда дружественные турели посчитают вас угрозой и попытаются убить. Другой способ испортить деревья навыков — просто сделать навыки скучными. Усилить ваши атаки на несколько процентов. Или может добавить пару дополнительных очков здоровья? Не очень интригует, правда? В общем, новые приёмы в Dishonored и невероятно крутые атаки в God of War гораздо интереснее нескольких дополнительных чисел в Excel таблице игры. И не забывайте базисы Metroid. Одна способность может служить нескольким целям. К примеру, ледяной луч, который является и оружием, и способом перемещения. В конечном счёте, интересный навык заставит вас себя разблокировать, и вы с радостью помчитесь его испробовать. На секунду вернёмся к Origin. Я обнаружил себя в очень увлекательном цикле. Я открыл новые способности, затем радостно тестировал их в нескольких лагерях и миссиях, что дало мне достаточно очков опыта для новой способности и так далее. Также необходимо отметить, что в деревья навыков нельзя включать механики, которые должны быть у игроков изначально. Играя в Horizon Zero Dawn, меня раздражало, что я не могу схватить врагов с уступов, как в любой другой подобной игре. Пока я не обнаружил, что это навык, который нужно разблокировать. То же самое касается Mirror's Edge Catalyst, в который заблокированы спецдвижения Fate, несмотря на то, что они были доступны с самого начала в первой игре. Да, и я уверен, что бессмысленно добавлять дрянные навыки только для увеличения цифр. Некоторые геймдизайнеры очевидно считают, что чем больше, тем лучше. Посмотрите на этот монструозный запутанный куст навыков в Path of Exile и Salt and Sanctuary. Но если вы спросите меня, аккуратный обрезанный кустик с горсткой действительно интересных улучшений зачастую лучшее решение. Другая проблема деревьев навыков — это сам процесс получения очков навыков. Большинство игр дают вам очки просто так, за последовательное прохождение, и это упущенная возможность. Вернемся к Prey, которая использует нейромоды, версия очков умений, как физические объекты в мире. Это означает, что вы должны пойти и найти их, возможно, исследуя различные закоулки станции Talos 1 или выполняя побочные квесты. Выбор того, как распределять эти очки навыков, позволяет геймдизайнеру поощрять определенный стиль игры или заставлять игроков исследовать тщательнее, как и в Zelda Breath of the Wild, где за прохождение святилищ выдаются духовные сферы, которые можно обменять на улучшение здоровья и выносливости. Это, по сути, превращает весь мир Хайрула в одно гигантское дерево навыков, что также заставляет игроков активно работать над улучшением своего персонажа, а не случайным образом повышать характеристики. Это напоминает мне о системе крафта Far Cry 3. В той игре я знал, что хочу лучшую кобуру с оружием, и меню подсказывало мне, что нужно получить несколько шкурок определенного животного. Поэтому я притормозил основной квест, нашел место обитания животных на карте и отправился на охоту за шкурками, пока не собрал достаточно материала, чтобы скрафтить себе кобуру. Я хотел апгрейда и должен был понять, как его добыть, и должен был выполнить набор действий, чтобы получить его. Хочется научиться скольжению на спринте? Ну и что ж, поиграл еще немного и получил нужные мне очки навыков. Послушайте, вам не нужно побуждать игрока просто играть через основные миссии. Они для того и купили вашу игру. Так используйте очки умений, чтобы поощрять другие способы игры. Умело играть или играть на высокой сложности, или больше исследовать и так далее. Но будьте осторожны с поощряемым типом геймплея. Система в Skyrim, где игроки улучшают навыки за выполнение действий, с ними связанных, может заставить игроков создавать десятки кинжалов просто для повышения мастерства крафта. Вам не нужно поощрять гринд или геймплей, не связанный с основным игровым опытом. Последняя проблема заключается в том, что эти меню навыков скучны для навигации. Они выводят вас из игрового мира на экран меню, который выглядит так, будто вы оформляете страховой полис. Это не так уж и мешает в огромном приключении подобном The Witcher, но может значительно снизить скорость такой быстрой игры, как Doom. Так что делайте их быстрыми, как в Downwell, где вспыхивают три варианта скиллов на выбор между уровнями. Берешь один и снова в бой. Или делайте их автоматическими. В Red Dead Redemption 2 есть деревья умений и для Артура, и для его лошади. И скиллы, вроде бустовы носливости или трюков лошади, просто разблокируются по ходу игры. Тем не менее, нужны ли вообще Doom деревья навыков, это совсем другой вопрос. Суть деревьев умений в том, что они могут отлично развлекать. Как насчет навыков, которые предлагают игроку как преимущества, так и недостатки? Или навыки, которые могут быть связаны между собой различными способами? Или навыки, которые можно экипировать только группами? Деревья навыков ощущаются как одна из тех систем, которые есть в каждой игре в наши дни, просто потому, что они есть в каждой игре в наши дни. Но они сами по себе неплохи, просто с ними легко облиниться и продолжить делать как все, не оглядываясь, подходит ли это игре, темпу или игровому опыту. Так что будьте с ними креативны. Деревья навыков нет для того, чтобы заставлять игрока ждать половину игры для получения всех механик, что должны были быть еще на старте. Или чтобы смотреть скучное меню со скучным повышением здоровья. Они о персонализации игрового опыта, о наградах за различные способы играть, о подталкивании к сложным выборам. Расскажите мне о своих любимых деревьев навыков в комментариях к видео. И я с нетерпением жду миллиона комментариев об этой безумной штуковине с FairGrid из Final Fantasy X. Понятия не имею, что это за штука. Делал перевод, укладку и читал текст Антон Несусвет-Токарев.